Всеобщая история древнего мира. Пятый класс. Вегасин. Параграф 60. Взятие Рима варварами. Разделение империи на два государства. Управлять огромной державой из Константинополя было трудно. В разных провинциях свободные земледельцы, колонны и беглые рабы поднимали восстания. Особенно мощными были они в Галии и Северной Африке. Римские войска подавляли восстания, но они вспыхивали вновь. Варварские племена переправлялись через реки Рейн и Дунай, служившие границами империи, и захватывали ее области одну за другой. В 395 году н.э. империя была разделена на Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. Готы идут на Италию. Через несколько лет после разделения империи над Италией нависла грозная опасность. Мечтая завладеть сокровищами Рима, Аларих, вождь германского племени готов, двинул свои полчища на вечный город. На всем пути, от придунайских областей, где жили готы, до альпийских гор многие рабы и колонны присоединились к Алариху. Они показывали готам тайники, где бежавшие в страхе римляне спрятали оружие и хлеб. В предгорьях Альп путь готам преградила римское войско. Правда, римлян в нем было мало. Большинство воинов составляли галы и германцы. Командовал войском блестящий военачальник Стелехон, германица с племени вандалов. Он разграмил готов. Лишь конницу Аларих сумел увезти с поля боя. В ту пору императором на Западе был трусливый и завистливый Гонорий. В дни готского нашествия он отсиживался на севере Италии в городе Равена, окруженном мощными стенами и топкими болотами. Гибель Стелехона. В одержанной над готами победе Гонорий не имел заслуг. Однако именно он праздновал триумф, как если бы был великим полководцем. По улицам Рима за колесницей императора шли солдаты, везли военную добычу и статую Алариха, закованную в цепи. Жители вечного города Гонорий развлекал травлей зверей и конскими бегами. Гладиаторских боев уже не устраивали. По требованию христиан они были запрещены навсегда. Между тем, Аларих собрал войско сильнее прежнего и снова двинулся на Рим. Он был готов на мир, но требовал за это огромный выкуп. Стелехон убедил Гонория, что надо выиграть время и собрать требуемую сумму среди богачей. Приближенные императора неохотно расставались со своим золотом. Когда же опасность миновала, они настроили императора против его полководца. Клеветали, будто Стелехон замыслил захват верховной власти в Западной империи, сговорился с Аларихом, ведь они оба германцы. Гонорий поверил лжи и повелел казнить Стелехона. Тщетно тот искал убежище в христианском храме. Его схватили, объявили врагом Отечества и казнили. И сразу же началось избиение соратников Стелехона, германцев, состоящих на римской военной службе, их жен и детей. Возмущенные дикой и бессмысленной расправой, 30 тысяч легионеров-варваров перебежали к Готам, требуя везти их на Рим. Покорен город, которому покорялась земля. После гибели Стелехона достойных противников Аларих не имел. Он решился на осаду Рима. Бездарный и никчемный Гонорий вновь покинул Рим, бросив его жителей на произвол судьбы. Готы окружили город, завладели гаванью в устье Тибра, куда доставлялся хлеб. Голод и страшные болезни терзали осажденных. Многие считали, что для спасения надо вернуться к вере предков и принести жертвы отвергнутым богам. Вспомнили, как несколько лет назад Сирена, вдова Стелехона, она была усердной христианкой, ворвалась в храм Весты и сорвала со статуи богини ожерелье. Суеверные люди стали говорить, что этим Сирена навлекла беду на Рим. Ее обвинили в том, что она будто бы призвала Алариха, чтобы отомстить за гибель мужа. Сирену обрекли на смерть. Однако Рим не могли спасти ни казнь женщины, ни жертвы древним божествам. В августовской ночи у 410 года н.э. рабы открыли готом ворота Рима. Вечный город, который некогда не решился штурмовать Ганнибал, был взят. Три дня годы грабили Рим. Были опустошены императорские дворцы и дома богачей. Разбиты статуи, втоптаны в грязь бесценные книги. Множество народа убито или захвачено в плен. Страшное впечатление произвело взятие Рима на жителей империи. «Мой голос пресекся, когда я услыхал, что покорен город, которому покорялась вся земля», – писал современник. После разграбления Рима готы с огромной добычей двинулись на юг. По дороге Аларих внезапно умер. Сохранилась легенда о его невиданных похоронах. Готы заставили пленников отвезти русло одной из рек. На дне ее похоронили Алариха с несметными богатствами. Затем возвратили воды реки в русло. А пленников убили, чтобы никто не узнал, где похоронен великий вождь готов. Падение Западной Римской империи. Рим уже не мог противостоять варварам. В 455 году н.э. он был захвачен вновь, на этот раз вандалами. Город был разграблен еще ужаснее, чем при готах. Вожди варваров управляли теперь и западными провинциями, и самой Италией. В 476 году н.э. один из германских военачальников лишил власти последнего римского императора. Звали его Ромулом, как и основателя вечного города. Знаки императорского достоинства, пурпурный плащ и диадему германцы отослали в Константинополь. Этим они показали, что на Западе император не нужен. Западная Римская империя перестала существовать. В период варварских завоеваний античная культура, созданная на основе достижений народов Эллады и Рима и широко распространившаяся по всей империи, клонилась к упадку. Наступила новая историческая эпоха, позднее названная Средними веками.